Добрый день, дорогие друзья! Хотел с вами поговорить сегодня о падении рубля и рынков, которые наши рукожопые руководители устроили на пустом месте. Устроили, наплевав на то, что для граждан это означает очередное падение доходов. Но придется говорить о другом. Поскольку эти руководители с руками из одного места наконец-то разродились ответом на вопрос, когда же они от нас уйдут. Ответ – никогда. Второе предложение. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. В принципе, ничего нового. Я сразу, как только была объявлена поправка в Конституцию, говорил – это государственный переворот. Путин, вопреки Конституции, не собирается уходить. Новостью стало скорее то, как он все обставил. Ведь ни у кого нет сомнений, что это просто тупая игра. Или вы думаете, что депутат-космонавт Терешкова это сама все придумала? Замечу, в этом контексте слово «космонавт» подходит к теме. Причем, к сожалению, уже теперь в нескольких смыслах. Так вот, кто-то думает, что это ее инициатива? Конечно же, нет. Накануне этого судьбоносного заседания Думы Путин встречался с лидерами парламентских фракций. Потом неожиданно вносится поправка, позволяющая ему остаться у власти. Потом также спонтанно Путин приезжает в Думу, где совершенно неподготовленно читает заранее написанный текст на бумажке. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона Конституции. Какая интрига. Даст ли Конституционный суд заключение, что поправка не противоречит Конституции? Ну вот даже не знаю, что предположить. Это мы про тот Конституционный суд, что всегда брал под козырек и никогда не противоречил Путину. А теперь по новым поправкам Путин сможет назначать и увольнять судей этого суда. Догадайтесь сами, одобрит ли этот кастрированный Конституционный суд возможность оставаться у власти для Путина? Оставаться у власти, между прочим, еще на два шестилетних срока, то есть еще на 12 лет, считая 2024 года. А что? Отличный вариант. Пришел в 99-м, будет до 2036-го. Что там сам Путин говорил про время нахождения у власти? И считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю, абсолютно неприемлемо. Кстати, верите ли вы, что он в 36-м-то уйдет? Я думаю, если граждане стерпят, то все зависит только от достижения медицины. Сами понимаете, срок-то слишком короткий, чтобы что-нибудь достичь, чтобы в стране что-нибудь наладить. Ну, чтобы жарок нагулять. Когда мы наберем там, когда страна наберет там побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жарка, что называется, тогда точно совершенно нужно безусловно обеспечить сменяемость власти. Ну, может быть, черт с ними с демократическими принципами. Может, действительно для страны лучше, чтобы он остался. Давайте посмотрим на достижения. Не лучше. Какой в стране экономический рост? Говорят про полтора процента? Врут. Около нуля. В этом году будет отрицательным. После всех нефтяных боданий с Америкой и Саудовской Аравией. Но об этом подробно поговорим в другой раз. А какой рост в мире? Куда как выше. И даже кризис там будет после десятилетия роста. А у нас кризис после стагнации. С возвращением туда же, в стагнацию. Какие у нас пенсии? 14 тысяч средние. Какой прожиточный минимум? 10 тысяч. Средняя зарплата в Москве ниже, чем в Южноафриканской республике. Остальные регионы можно сравнивать только с беднейшими странами Африки. Где достижения? Ракета и новейшее вооружение нарисовано. На то, что нельзя нарисовать, смотреть страшно. Что сделано-то? У Путина было 20 лет. 20 лет безграничной власти. 20 лет удачных мировых цен на ресурсы. 20 лет на развитие и процветание. Где все это? Почему спустя 20 лет правления у нас есть два главных достижения? Крещение Руси к князем Владимиром и победа в Великой Отечественной войне 75 лет назад. Путин ничего не смог сделать для страны ни при помощи власти, ни при помощи денег. Для себя и для своих друзей смог. А для страны нет. И вот бездарно просрав 20 наших лет, он просит еще 16. И как просит? Из всех вариантов продления власти был выбран самый примитивный, самый прямолинейный, самый, извините, тупой, пошлый и мелкий. Хоботово-то мелко. Эта власть не может даже нормально организовать процедуру сохранения себя у власти. Я, мол, тут буду кокетничать, отнекиваться, а вы уговаривайте меня, уговаривайте. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. Слушайте, с самого начала смысл жульнических поправок к Конституции был абсолютно понятен. Зачем эта комедия? Зачем рассказы про проблемы западной демократии? Конечно, есть альтернативы. Это мы с вами хорошо знаем. Это парламентская форма правления, которая широко применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована. Вот посмотрите в странах традиционной парламентской демократии, в Европе что происходит. Я без преувеличения говорю, годами, годами в некоторых странах, сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство. Но для России это просто абсолютно невозможно. Неприемлемо абсолютно. Это не для России западная демократия неприемлема. А для Путина. А ты не путай свою личную часть с государственной. Парламентская демократия – это то, что как раз нужно России. И Путин как раз отличный пример. Лучше подольше спорить по поводу кандидатуры премьер-министра, чем назначать на пост президента абсолютно случайного человека, а потом мучиться с ним 36 лет. Но знаете, нет худа без добра. Теперь, по крайней мере, маски сброшены. Смысл голосования по Конституции уже не скрывается. Если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. 22 апреля мы будем голосовать не за поправки в Конституцию, не за индексацию пенсии, не за мроты, не за горячие обеды. Вопрос один. Готовы ли мы оставить бездарного казнокрада во главе нашей страны еще на 16 лет? И ответ этот зависит только от нас. Счастливо вам! Продолжение следует...